Всем привет, ребята из Дрездена! Сегодня воскресенье. На видео вы, скорее всего, увидите в понедельник. Погода у нас сегодня, особенно с утра, абсолютно не ледная. Видите, вот какое небо с этой стороны. Был такой небольшой дождь, а с утра у нас даже штормило, улетели листья. В общем, было очень-очень даже на улице неприятно. Поэтому пока что никуда не двигаемся, никуда не идем. В общем, ну не знаю, короче, если может быть потеплеет в течение дня, то тогда что-то и поменяется. Какие-то планы возникнут другие. Ну а мне надо, раз, такое дело, да, кое-что приготовить. Значит, смотрите, сейчас я открою холодильник. Вы видите мои запасы в холодильнике. Но не только мои. Сейчас я вам покажу, ребята, что есть. Вот, так, сейчас надо, наверное, мне вкручить свет, потому что вам не видно. Вот, вот такой вот есть бекон. Вот, короче, это я называю беконом. Здесь получается 600 грамм. И я его хочу сейчас вскрыть одной рукой. Так, и замариновать. Вот, я когда была в Чехии, в Либерце, я купила очень интересный соус. Сейчас я вам его покажу. Вот так он выглядит. Я чешского не знаю. Я его перевожу как маринад на основе пива. Ну что-то типа того. Вот видите, это такой аппетитный кусочек мяса с луком лежит. Состав читать не смогу. Почему? Потому что я все равно состав не пойму, ребята. Кто знает, чешский может быть и поймет. Вот, смотрите, видите. Кстати говоря, по цене он получился недешевый. Я когда платила карточкой... Сейчас, подождите, ребята. Мне не нравятся пятна на этом. Вот здесь вот на столе. Надо их удалить. Вот, я когда платила карточкой в евро, то заплатила за него где-то 2,60. Вот. То есть это получается недешевый. Вот, сколько я в этот грамм получается... Я не вижу, сколько я в этот грамм. То ли тут 100 грамм, то ли тут... Меньше... Короче, я не вижу. Вот. И я хочу вот в этом маринаде попробовать замариновать вот это вот мясо. Так, запах у этого маринада, ну, такой себе. Интересный. Значит, я пробую. Вот видите, 4 кусочка на пробу. Исключительно, чтобы попробовать. Понять, вкусно это будет или нет. Так, и... Так вот. Сейчас с обеих сторон намалю это мясо. Разрисую его как художник. Вот. И дам ему постоять. И потом... Знаете что? Да. Давно не работал гриль. Давно ничего не грилили. Поэтому сегодня будет гриль пати на хате. Так. Одна сторона уже готова. Теперь руки будут в маринаде. Самые вкусные в мире руки. Руки в маринаде. Так, ребятки. Надо все хорошо пройти кисточкой. Как в магазине получается, да? Вот когда покупаешь готовое уже мясо. Особенно здесь в Германии очень часто. Вот. Мне кажется, что-то в похожем маринаде оно и продается. Хотя. Это же чешский маринад. Поэтому. Может быть, чем-то отличается на пиве. Что они пиво сюда добавляли. В общем, я не знаю, ребят. Либо это должно получиться к пиву. В общем, короче, ладно. Все. Перец чувствуется. Видите? Я уже тоже пожила с девушкой Синди. Кстати говоря, спрашивали, как зовут ее. Я вчера на работе подсмотрела. У нас, когда новый человек приходит на работу, либо кто-то уходит с работы, всегда, значит, уходящему желают всего хорошего. Благодарят, так сказать, за службу и за работу. Вот. А тот, кто приходит новенький, того, значит, приветствуют, пишут. Харцлеши велькомен. Вот. И я посмотрела, у моей соседки какое-то тройное имя, фамилия. В общем, три слова написано. А зовут ее Прити. Так что вот так вот. Мою соседку зовут Прити. Все. Я оставляю вот так вот мясо. Сейчас, наверное, его чем-то закрою, накрою. Вот. И пускай оно маринуется. Так, пробуем, что получилось. Прожарка средняя между медиум и полной. Вот. Остановила, не дожарила одну минуту. Ребята, это вкуснятина. Очень-очень вкусно. Очень. Видите, ну, режется, как ехать. И как режется, это же мясо. Так, это шкурка. Это шкурка. А так мясо получается, видите, вкусное, сочное, не жесткое. Абсолютно. Перфекто. Видите, вот если шкурку отрезать в начале, то все нормально режется. Вот. Вкуснятина. Очень-очень вкусно. Всем привет, ребята. Всем доброе утро. Еще сонное, сонное. Спать хочу. Не знаю. У меня и язык, по-моему, заплетается. Вот. Походила, посмотрела, позаглядывала в окна. Короче говоря, погода. Ну, такое. Солнышко чуть-чуть что-то проблескивает. Прохладно, наверное, на улице. Но надеюсь, что все-таки солнце мы сегодня увидим. Потому что не совсем пасмурный день так. Вот. А спать почему-то хочется, не знаю, честно. Я уже и в ванной постояла. И здесь постояла, посмотрела. И в комнате посмотрела. И позавтракать успела. Ага. Хочу спать. А спать сегодня не получится. Я бы еще, наверное, часа два, наверное, спала. Не получится. Почему? Потому что мне сейчас надо поехать в школу. В языковую. Которую я надеюсь, что я буду проходить Ведохолин Би Айнц. Я в прошлый раз, когда там была, Я забыла довезти им документы. Очень важные и нужные. Ну и они из-за этого не смогли меня оформить окончательно на этот курс. Вот. Поэтому сегодня мне надо обязательно Привезти эти документы, не опоздать, не забыть. Потому что Другого времени у меня на этой неделе может и не быть. У меня эта неделя загружена. Выходный день только в субботу. Поэтому путешествий, каких-то развлекалок, Как я это люблю, куда-то поехать, что-то посмотреть, не будет. Не смогу, не получится. Потому что, как правило, вторая половина дня всегда рабочая. До субботы. Суббота выходная. Вот. И не знаю, как еще будет получаться. Может. Ну, там оно и так получается по графику, Что больше рабочих часов. Если у меня должно быть по норме 24 часа в неделю. То вот. На прошлой неделе у меня был 31 час. Да, я отработала. И на этой неделе, не знаю. На этой неделе будет еще больше. Почему? Потому что 5 дней там будет и по 7, и по 8 часов. Сейчас. Вот эта вот неделя. В нашей компании. Я не буду специально сейчас называть название, Чтобы это не звучало как реклама. Кто смотрит меня давно, те знают, Что за компания, как называется, в которой я работаю. Сейчас этот, как называется, дебюсток. День рождения. Юбилей. 50 лет. Да. Поэтому очень много акций. Очень много всяких разных завлекаловок, подарков. В ресторане там будут всякие разные предложения. Приходите. Кто знает. Вот. Эта неделя юбилейная. Вся. Начиная с понедельника и заканчивая субботой. Вот. Будет очень много скидок. Всего разного интересного. Честно говоря, я хотела походить, посмотреть, Что они именно предлагают. Имеется в виду торговый зал. Но у меня не было времени, и я не ходила, не смотрела. Ребята. Ну, будет много чего интересного. Приходите. Кто любит бывать у нас, приходите, посмотрите. Должно быть что-нибудь такое интересненькое для вас. Особенно у кого есть карточка, family card, там еще больше будет всего интересного. В общем, заходите. Вот такие вот дела. Все. Мне надо будет смонтировать это видео. И собраться и уезжать. Я не знаю, буду ли я возвращаться сюда, в эту квартиру, успею ли я. Но это будет все зависеть от того, как оно потом... Шаг на шаг будет, наверное, накладываться. В общем, посмотрим, как и что. Банан, кстати, очень-очень вкусный. Спелый. Ладно. Я по поводу банана промолчу. Кто поймет, тот поймет. А кто не поймет, тот не поймет. Очень длинная история. Все, ребятки. Всем чус, всем пиздам. Увидимся. Всем шанс. Шон своха энде. Шон своха энде. Шон своха я. А то я уже спешу. Шон своха энде, говорят, в конце недели. Это когда хотят сказать, что хорошего окончания недели. А тут неделя только начинается. Все, всем пиздам. Всем пока.